всем привет снова здравствуйте blender 281 и хотелось бы в этом ролике ответить на вопрос как добавить именно анимацию копировать анимацию и продолжительности и увеличить смотрим что имеем вот солдат такой с анимацией включаем play на том лайне и вот он идет на определенном кадре вот здесь 32 заканчивается его анимация но нам надо чтобы он еще дальше прошел что с этим можно сделать давайте рассматривать возвращаемся на первый кадр здесь наводим на таймлайне курсор мышки и делаем shift d топируем вот эти все кадры и перетаскиваем мышкой их вот до конца вот этого смотрим что получается теперь он сейчас будет идти и перескакивать опять на ту же точку и дальше повторять вот эту анимацию вы видите как все зациклилась да что еще нужно переписать ему вот эти кадры вот эти первый и последний не на каждой конечно анимации все это дело прокатывает ну давайте посмотрим сейчас надо переписать этот первый кадр мы знаем что вот он остановился где-то тут мы можем конечно вот поделением по сетке здесь посмотреть приблизительно посчитать от 1 2 3 4 на 5 сетки он остановился но это не точно возможно будет добавляем сюда empty картинку вот такую шкалу скачиваем можно даже скачать где больше делений если какие-то походки какие-то движения сложные чтобы каждый момент ловить куда его до градуса до деления поставить и теперь мы знаем что он закончил на шестом деление свою вот эту анимацию нужно первый кадр переписать на шестой отсюда включаем и перетаскиваем его на шестой кадр вот так примечаем точно как он перекрывает где нога находится чтобы скачка потом не было при повторении жмем и и нажимаем лок рот так возвращаемся на первый кадр и смотрим вот он теперь шестого кадра начинает идти зациклился догоняем его до конца ставим на последний кадр и вы видите что он остановился на двойке почти примечаем опять же ставим и ставим лок рот мы повторяем что получится эти первый кадр вот и первая анимация первая покадровка должна быть тоже переписана теперь мы переключаемся на первый кадр первые вот этой первых покадровок и перетаскиваем его на десятку вот так вот пишем и лок рот смотрим вот он начинает ходьбу но он идет слишком быстро быстро как-то скользящий и доходит до двойки но он до двойки не должен доходить он должен доходить до шестерки чтобы не не было вот этого скольжение жмем и так ctrl z мышка перескатила не туда жмем и лок рот и смотрим теперь на первый кадр вот теперь он идет нормально и у него удлинился именно длина вот этого его походки вот таким образом добавляем следующие кадры и можно его увести ну чтобы он улицу точно прошел это вот такой вариант можно конечно его здесь заворачивать как то если вам поворот нужно сделать но это нужно будет менять каждый кадр допустим давайте попробуем включим допустим 50 вот этот кадр или ну вот пусть будет вот 20 и хотим мы чтобы он отсюда начал свое движение куда-нибудь в бок здесь уже тогда нужно включать via port display in front чтобы видеть кости и немного вот это все дело корректировать семерка на нампаде включаем вот этот транспорс и вот на этом кадре и немножко его заворачиваем вы видите что он уходит насколько в бок здесь тоже нужно поставить шкалу снизу чтобы видеть именно где точка его была нахождение и немножко ее подправить ну и переписываем кадры где должен быть поворот блок рот следом включаем еще допустим кадр и нужно его сильнее завернуть семерка здесь повторяем то же самое еще немножко его перекручиваем и вот так вот ставим на вот эту точку приблизительную пока пишем и блок рот убираем транспорт select box ну и смотрим что получилось вот он идет и начинает движение в бок и опять возвращается вот эти все кадры нужно будет переписать сначала полностью вот этот первые его кадры а потом только дублировать и как то добавлять как то опять переделывать вот в принципе все реально все возможно займет это конечно время так control z control z рассмотрим еще один вариант так это вот первый вариант добавим сюда зацикленную анимацию на одном месте появился у нас еще такой же солдат давайте выберем его и назначим так и назначим ему материал материал пусть будет теперь красный чтобы видно было ну вот здесь смотрим теперь эту анимацию если при первой анимации шаг идет вперед то этот тоже делает те же движения на одном месте и у него тоже заканчивается именно вот эта анимация на шестом как на шестом делении если бы он шел то закончился на шестом делении здесь уже такая штукенса не прокатит чтобы там переделать его анимацию конечно можно все это дело конечно можно исправить таким образом ну вот мы выбираем первый кадр и вот он делает шаг и нужно опять включить empty приметить где он должен в это в этот момент находиться и просто его поправлять перетягивать и перепрописывать ну вот допустим и lock rod дальше смотрим как да что перетягиваем опять пишем и lock рот и продолжаем вот так все это дело через один кадр хотя бы делать смотрим что получилось так пока вот этого зеленого можно будет удалить он нам уже не понадобится удалить ну и смотрим вот он сделал свой шаг вот с первого кадра он сделал шаг на восьмерку теперь перепрописываем и доводим его до шестерки таким же образом так ну это тоже понятно удаляем удаляем вот этого персонажа делить смотрим анимацию вот этого персонажа вот он идет на месте смотрим на кости и включаем последний кадр это у нас 32 пишем 32 вот в этом окошке где количество кадров и теперь у нас все это дело будет зациклено для чего это нужно чтобы добавить в add курву и без е так пока еще план можно нижний отключить вот появилась у нас курва это дело можно пока опустить нажимаем табуляцию заходим в режим редактирования семерку на нампаде и вот эту курву можно ну допустим развернуть также ее можно выравнивать R перекручивать делать ровную делать ему какой-то путь ну вот таким вот образом кривой выбираем английскую а выделяем полностью курву и G можно ее подставить это на вот этот и вот семерка на нампаде ну и продлим вот этот вот так жмем E E можно жать R перекручивать G заворачивать и вот все с этими частями можно повторять вот такая получилась курва заходим в object mode и нужно теперь вот этого гражданина привязать вот к этой курве и создать ему движение по ней выбираем кости заходим в пост мод так выбираем где находится кости видимость костей выбираем главную косточку вот эту на тазе если есть у вас нижняя кость вот эта которая все будет привязана весь каркас анимации то привязываем ее вот к этому к этой курве нажимаем теперь вот на эту функцию где bone constant настройка кости и находим follow patch следовать по пути выбираем теперь вот эту курву смотрим что да как включаем вот все он еще идет на месте включаем follow курсор по моему а follow курв жмем вот так вот и меняем направление осей смотрим что получается так ставим z здесь тоже можно поставить так y и жмем анимировать путь вот вы видите что солдат идет до определенной точки и ноги у него не двигаются нужно нужно теперь поднастроить это дело заходим открываем именно но inline animation функцию вытягиваем ее включаем вот где вот этот покадровка и смотрим вот на желтую эту вот функцию это вот здесь ходьба его прописано нажмем английскую n находим настройку именно кадров старт первый кадр конечный так 32 все нормально здесь смотрим что да как sky playback смотрим что да как вот прибавляем репет тут этот а эту штуку можно уменьшить ну допустим здесь поставить 5 ну и смотрим что получилось жмем play вы видите что он ногами передвигает и уже идет но опять же идет до вот этой части до определенного момента вот вы видите что он нормально ноги видно что он ими передвигает он не скользит не бежит и так далее нужно еще настроить вот эту вот курву заходим в object mode находим вот эту курву и находим ее надо поднастроить патч анимации вот этот фрейм 100 каналов давайте поставим поставим 32 кадра и посмотрим что произойдет вот за 32 кадра он доходит до конца вот этой курвы вот такая вот у него походка здесь можно уже и повороты делать и чтобы он что-то обходил какое-то дерево там еще что-то нужно теперь еще уменьшить ему вот эту скорость так смотрим я сейчас переключусь именно на русский язык потому что многое я не могу прочитать так отрезок движения анимация имя активная дорожка начальный кадр конечный кадр удержание заменить экстра смещение так объединить заменить добавить вычесть и так далее тут все есть эксперименты ничего удерживать удержание вперед смотрим что получится вот все удерживать шаг вперед настройки воспроизведения выключены в обратную сторону так же можно сделать что он будет идти вот таким образом передвигаться так смотрим дальше авто авто усиление затухания вот можно сделать что он идёт быстрее медленней а потом идёт так если поставить вот медленнее может идти и вот здесь тоже ну вот уже идёт он потише с авто усилением вот он быстро скачет это теперь отключаем смотрим что да как ну вот уже более-менее нормально адекватно идёт словом вот такой вариант вот такой вот ходьбы ставим на паузу можно включить план сделать ему какую-то здесь трассу дорогу вокруг это он может обходить какой-то предмет палатку там ну в таком духе всё это дело устанавливать прокладывать ему путь вот такая вот анимация на зацикленном риге всё всем пока до свидания до свидания до свидания до свидания